Продолжение следует... Всех нас с выходом из карантина. Ну, у нас с таким еще, театр еще пока с аккуратным выходом. Вот как, я совершенно не представляю, как вы будете в этих новых условиях. Конкретно нам очень повезло, потому что с 9-го числа, кажется, да, это все было какие-то послабления. А мы все с 9-го числа еще давно запланированно ушли в отпуск. Поэтому вся творческая команда и постановочная часть, и артист, все-все выйдут только в середине июля. Я думаю, к этому времени будет еще полегче. Из того, что озвучил министр культуры Любимова, я понял, что там будут целый ряд каких-то ограничений, да? Ну, во-первых, как-то мы больше ждем информацию от Роспотребнадзора, потому что все-таки Министерство культуры само ничего решить не может. И потом то, что Ольга Любимова говорила, касалось уже встречи со зрителем. Но для того, чтобы после почти полгода мы не встречались со зрителем и не работали, да? Если вот считать еще и ближайшие месяцы, то для этого надо сначала еще приходить в форму, репетировать. Нужно вспоминать, нужно музыкальные и танцевальные репетиции и так далее, и так далее. Репетиции сейчас идут? Ну, у нас непосредственно не идут, но с середины июля они начнутся. И мы из-за этой, значит, из-за, как это назвать, изоляции, карантином не назовешь, пандемией тоже не хочется. Вот. Мы не выпустили три премьеры, и сейчас попытаемся, чтобы весь остальной график наш не поехал, а у нас планы на два года вперед расписаны, мы попытаемся за вот вторую половину июля и за август выпустить то, что мы не выпустили. Может, мы еще не сыграем, может, еще будет не разрешено приглашать зрителей, продавать билеты, но то, что мы, по крайней мере, соберем уже это, и это будет готовый уже продукт. Да и потом, когда разрешат, зрители, мне кажется, с большим интересом купят билеты на что-то новое, что подготовлено за это время. А как думаете, зритель сразу пойдет или нет? Это самый большой вопрос. Поэтому хочется, конечно, чтобы скорее определились, ну, это хочется, чтобы скорее определились, а ситуация такова, что, так сказать, сейчас слово «точно», вот я говорю артистам, мы начинаем в середине, там, июля репетировать. Они мне говорят «точно», я говорю «забудьте это слово», «точно». Ну, не было пока никакого мониторинга. Самое страшное – не шахматная рассадка, не какая-то там, все говорят «против», там, понятно, что это нерентабельно, что это сложно, что зрители все равно будут толпиться и встречаться, организовать их вот, чтобы они не встретились на входной группе, где там в буфете, ну, хорошо, буфет можно закрыть, ну, туалет не закроешь и так далее. Вот, но самое пугающее – это будет ли спрос, будут ли зрители покупать билеты. И, конечно, сейчас нужны будут явно какие-то, не знаю, акции, простая реклама тут уже не пойдет, но нужно что-то сделать, чтобы все-таки поняли зрители, что, во-первых, безопасно, во-вторых, что в театр идти надо, что мы тоже соскучились по ним, а не по нам и так далее. Ну, что-то какая-то… Мне кажется, что от онлайна, в общем-то, уже подустали. Да, достало. Некоторые вообще туда не ходили и, честно, ждут живой встречи. Вот, но… А вы общались вообще с коллегами на протяжении? Всегда, конечно. То есть, ну, вы это делали… В Зуме. В Зуме. В Зуме. Потому что была служебная потребность или человеческая? То есть, вам хотелось как-то пообщаться? Или вы понимали, что нужно мониторить состояние? А вот и то, и другое. С труппой, с артистами и со своими студентами я общался раз в неделю. Я так часто не общался никогда с труппой, но я понимал, что сам нахожусь, особенно вот в апреле это было в каком-то… Это депрессией даже не назовешь. Это какое-то новое, непонятное, необъяснимое самочувствие какое-то. Я их даже веселил. Знаете, я… Я уточню, студентов веселили или… Студентов веселили меня. Ага, понятно. А я веселил уже артистов, да. Я, значит, самоизолировался на даче, но, так сказать, ну, можно потопить камин, можно походить вокруг дома и так далее. Все лучше, чем сидеть в московской квартире. Но, тем не менее, я потом начал петь, что я никогда не делал, и записывал, значит, себя, намонтировал это все. Это потом имело столько лайков, отзывов. Сначала я это и опробовал на труппе собственной, а потом, значит, это в Фейсбуке уже где-то. И потом это пошло с сайты театрал и так далее. Ну, потому что таких худруков не бывает, которые как сумасшедшие поют попсу там, я не знаю, какие-то старинные песни и так далее. А какой у вас репертуар? Ой, у меня от Утесова до Киркорова было. Ну, нет, было, конечно, и Азнавур, и там, я не знаю, в основном французский репертуар, потому что я когда-то учил французский язык. Но так как я это делал в трениках, за мытьем посуды, или, значит, там, за обрезанием кустов, то это, в общем, имело... Я потом написал большое спасибо. Если бы у меня такой успех был вот от того, что я делаю в профессии, вот от того, что я... от спектаклей, там, не знаю, от каких-то ролей, никогда. А тут вот... Так этим и надо заманить, между прочим, театр. На самом деле это очень поднимало дух. Я, честно говоря, когда при репертуарах спрашивал, я рассчитывал, что я услышу имя Сергея Лазарева, поскольку... Ну, нет. Он же ваш фаворит и любимец. Вы его фактически с эстрады вернули на театральную стезю. Мы сначала его туда отдали, потому что... Да, да. Мы сначала учили его в школе-студии МХАТ, когда еще был совсем молодой педагог я. Вот. Мы его туда отдали, потом потихоньку... Ну, это ведь ваша была инициатива, да, насколько понимаю, вот вернуть его... Ну, да, да, да. Как вы его оцениваете? Не как вокалиста, не как мастер эстрады? Я считаю, что он удивительный, удивительный талант и драматический артист. Я бы даже сказал с уточнением, он, конечно, драматический артист. Он потрясающего таланта комедийный артист. Он невероятный комик. В этом смысле он смелый, в этом смысле он совершенно неожиданный. Потому что все очень потрясающе и классно, что он там делает в шоу-бизнесе. Это стильно, это там... Но, так сказать, я не буду говорить слово предсказуемо, но то, что он делает в театре, восхищает всех просто. Потому что это совершенно не соответствует его образу сценическому, ну, я имею в виду на шоу-бизнесе. Потому что там он должен быть красавец, там он должен быть, значит, всем нравится, тут он может быть и неприятный, тут он может быть и острый, тут он может быть и придурок. Все что угодно. И он очень смело ходит. Мне кажется, даже удовольствие он получает, потому что он отдыхает от вот этого образа, такого секс-символа, значит, вечно загорелого и с банками, значит, и в красивых каких-то костюмах. А там он ходит в дурацкой жилеточке, значит, какой-то, или там, я не знаю, у него есть роль... Ну, он, конечно, играет Фигаро, в Женебе Фигаро, это у нас такой очень большой праздничный спектакль, где почти вся труппа занята, и там и Виктория Исакова, и Александра Урсуляка, и очень многие. И там он, эта роль все-таки, она полностью не назовешь комедийная, она как бы комедийная, но там есть, безусловно, и какие-то... Там концепт такой, серьезный. Да, да, да. Но что касается вот такого, я бы сказал, театральной клоунады даже, вот он владеет этим. А кого-то еще рассматриваете из шоу-бизнеса? Вот с кем бы хотелось бы вам поработать вот в качестве... Я не могу сказать, что я рассматриваю, и мне с кем-то сильно хотелось бы, но некоторые замечательные артисты шоу-бизнеса хотели бы поработать. А кто это? Ну, с тех пор, как Сергей Лазарев играет в театре, Филипп Киркоров ежегодно напоминает мне о том, что он прекрасный артист. А он прекрасный артист, кстати, тоже в этом же. Я говорю, ну, я не понимаю, как я, как такой наш небольшой зал, 800 мест, тебе нужны стадионы. Нет, я хочу и так далее. Но может когда-нибудь это и случится, на самом деле. Он, на самом деле, очень тоже в этом смысле имеет какое-то, как сказать, влечение вот к театральности. И у него есть самоирония. Есть самоирония, да. И, безусловно, он очень талантливый. Но потом, ну, понимаете, один Лазарев достаточно на драматический театр. Когда про Киркорова заговорили, я по очевидной совершенно ассоциации вспомнил Аллу Борисовну Покровскую, с которой она у вас преподавала. Вы, по-моему, были близки. Алла Борисовна мой учитель, да. Она мама Михаила Олеговича Ефремова. Как вы вообще вот все это восприняли историю с Михаилом? Тяжело про это говорить. Это, как кто-то верно сказал, что в этой аварии погибло два человека. И не очень хочется на эту тему рассуждать, потому что так активно сейчас в разные стороны это все растаскивают. И каждому есть что сказать. Единственное, что, конечно, вот вы вспомнили, Алла Борисовна, я все эти дни думаю о ней. Потому что мне кажется, плохо так говорить. Но я... Что она этого не видела? Что она этого не видела. Но она до прошлого года ушла. И, в общем, это... Это... Я думал только о ней, потому что она бы это не пережила. А если мы не будем конкретно об этом говорить в эпизоде, вообще о проблеме пьянства. Мне Ширвинд говорил, что раньше была проблема эта, серьезная, что артист и пиль. А сейчас он говорит с молодыми выпить не с кем. Это его очередное такое мо... Это есть такое. Это действительно есть такое? Да, не с кем выпить. Есть такое. Еще мое поколение... Вот я, по-моему, учился. И я обожал ездить в общежитие при школе-студии. Потому что там постоянно шел какой-то... И все делалось и решалось. И репетировалось только исключительно, значит, под градусом. Сейчас мои студенты, ЗОЖ, а если и не ЗОЖ, то просто какой-то... Иногда даже хочется, чтобы я их ругал за что-нибудь подобное, а не за то, за что я их ругаю. За некоторую такую отстраненность, холодность, за какое-то безразличие к тому, что было до них. Я не ругаю за то, что они не знают ничего. Никто ничего не знает. И кто радуется, вы знаете, выросло поколение, которое не знает, кто такой Ленин. Я говорю, да, но, к сожалению, выросло поколение, которое уже и не знает, кто такой Миронов, Янковский, Леонов и так далее. И это артисты. Но большого интереса к тому, что было до них, у них нет. И вот это меня не очень радует. Но лучше бы я их ругал за то, что они иногда что-то себе позволяют. А может быть, просто такое поколение пришло. Ну, это хорошо, на самом деле. Это на самом деле хорошо. Мне кажется, что... В театре это было, я еще застал это сам в 90-е годы. Но когда я перешел в Амхат к Олегу Павловичу, это было уже в 2000-х, то ему там с этим пришлось побороться. Но там был театр в этом смысле. Вы про Табакова упомянули. Меня совершенно поразило. Знаете, что вы в одной из бесед рассказывали, что Табаков учил вас жесткости и сам был жестким человеком. Потому что для нас, для всех, Олег Табаков – это такой кот, такой вот из простоквашины, такой мягкий. А вы говорили, что он был очень жесткий и заставлял вас увольнять людей и вообще садировать по полной. Было-было такое, не отпирайтесь. Это было еще при жизни Олега Павловича. Он даже в книжке своей написал, что Женька очень хороший, талантливый парень, но очень интеллигентный, но слишком уж такой мягкий. Я не назову Олега Павловича жестким человеком. Он потрясающий руководитель был, конечно. То есть все знают его как гениального артиста, и так далее, и педагога, вырастившего таких, ну, что их перечислять, это все лучшие. Но он был потрясающий руководитель, и без такой жесткости это просто невозможно, потому что он руководил 15 лет МХАТом, 15, кажется, да? А это огромная машина, это огромные за это тысячи человек, понимаете? А параллельно продолжал руководить табакеркой. А такое количество фондов или каких-то групп рабочих, в которые он входил. И, конечно, его очень не хватает в этом смысле, потому что это вот, когда я вспоминаю его, я сразу думаю о месте личности в истории. Мы сейчас... Нет уже такой фигуры. Мы сейчас... Ой, а как бы помочь театрам? А как объединиться? Вот что-то перезваниваемся. Ты пойдешь, ты пойдешь. Он вообще не задавал этого вопроса. Он набирал номер, все равно говорил, это, говорит, артист театра и кино Олег Табаков. Надо артистам, надо театрам помочь. Надо что-то... Надо и доставал, если не получалось, это, так сказать, с официальными лицами. Значит, понимал, что надо идти к каким-то частным людям и так далее. Но это просто был человек, который брал на себя ответственность. Вот это то, за что опять ругаю молодых. Но и в своем поколении вижу все меньше и меньше. А вот Табаков – это точно человек, у которого была позиция. И это тот человек, который... Я мог с ней иногда не соглашаться, но у него точно была позиция, и он точно брал на себя ответственность. А какой вы руководитель? Часто ругаете или нет? По хвалу дождешься от вас? Конечно, не могу. Мне нравится очень у Ширвинда того же... Когда он говорит, что надо, конечно, кнут и пряник, да? Метод руководства его. Олег Павлович идеально это делал просто. А Ширвин говорит, а что делать, если кнут в руках у пряника? Я не скажу, конечно, я пряник. Но у меня такой немножко... Немножко такой в сторону кавказского темперамента, потому что я долго терплю, долго молчу, но если меня довести, дальше мало не покажется. А, вот так вот. А ненормативная лексика? Ну, опять же, я когда дохожу до... Когда красный снег у меня начинает, значит, там уже вопрос ни что я... Я сам не потом говорю, ты такое говорил, ты так орал, ты так кидался в вещь... Я говорю, да, серьезно это было. Но я, конечно, стараюсь над собой работать и не доводить до такого состояния. Ну, вот. Просто терпение у меня очень серьезное. А как вообще вы, в принципе, относитесь к запретам на использование ненормативной лексики в кино, в театре? Это еще достаточно свободная территория. То есть вы себе позволяете, насколько я... Я не вас имею в виду, конкретно людей цеха. Мы не позволяем. Нет, мы не позволяем. Ну, вы у себя не позволяете. А, в принципе, это на сцене еще допустил. В кино ведь это очень жестко сейчас табуировано. Я хочу сказать, что есть театры все равно, как сказать, мы стараемся широкого быть для широкого зрителя и широкого репертуара, и удивлять пытаемся. Но есть театры, конечно, экспериментальные, театры, которые базируются на современной экспериментальной драматургии и так далее, и так далее. И вот там это является, ну, как сказать, ну, неотъемлемой какой-то частью. Вот если мы берем какие-то тексты, построенные на вербатиме, там, да, например, то есть на живой записи с улицы, там, да, людей и так далее. И это, конечно, исследовательский театр, что ли, какой-то. И там, ну, это всегда меньшее количество зрителей, это всегда особенный зритель, который знает, на что он идет. Это не... Я противник мата и каких бы то ни было вот... То есть вы считаете, что мата это не мейнстрим в нашей стране? Нет. Нет, я так не считаю. Хорошо, а вот если мы из нашей страны совсем в другую, и про запрет мы говорим. Недавно вы знаете, что стрим-сервис HBO снял с показа, ну, в Соединенных Штатах Америки, унесенные ветром. Считаю, что это совершенно расовое какое-то разжигание. Как вы вообще вот можете... Они сейчас вернули уже там с какими-то... Мой вздох о многом сказал. Но, в принципе, для вас это было ожидаемо, что вот Америка, которая всегда вот в этом плане, как была капитаном вселенной, будет вот такие примеры подавать всему миру. В Америке происходят такие непредсказуемые вещи сейчас, которые никто не ожидал. Поэтому мне кажется, что они сами не знают, как это остановить. И в связи с этим они готовы запретить унесенные ветром и так далее, и так далее. Мне кажется, что это какая-то стихия похуже этого вируса. Тут хотя бы все понимают, что с ним надо бороться. А тут это страшная история, которая очень небыстро закончится. И этот коронавирус на руку всему этому. И, конечно, может быть, временные какие-то запреты. Это какие-то такие пластыри, которые не лечат, но хотя бы останавливают кровь. Но я думаю, что по большому счету это, конечно, какая-то глупость. А вот эта эпопея вся с так называемым сексуальным харассментом, дел Иван Штейн, весь этот нескончаемый сериал. Мне Вера Валентиновна Алентова, наша актриса театра Пушкина, которая уже больше 50 лет работает в театре и верна своему театру, она говорит, что странно у меня сложилась жизнь. Ты мой восьмой художественный руководитель. И ни одного Вайнштейна у меня. Ни одного. Я понимаю, сейчас мне уже... Но я работала, все-таки менялись... Так, как в театре Пушкина менялись художественные руководители. И раньше это вообще были боги просто. Но в советские времена все были герои социалистического труда и так далее. И ни одного. Нечем рассказать буквально. Только вот о работе. А вот действительно говорят, что ведь вся эта история... Ну, с Вайнштейн, в частности, она имеет какую-то подоплеку политическую. Вот актеры, мастера такие, они должны как-то влиять на те или иные ситуации. Вот, допустим, вы знаете, вот дело в законе Шишханова. И сейчас ряд актеров и эстрадных деятелей, они подписали письмо в защиту. Как вы относитесь к тому? Вот все-таки есть какой-то авторитет, работанный на сцене, на экране. Он может быть конвертирован в, условно говоря, в письма в защиту того или иного деятеля? Я сам стараюсь. То есть у меня очень маленький опыт в плане подписания писем, каких бы то ни было. И он не очень позитивный. В смысле? Ну, в смысле того, что я не... В результате проходило время, я думал, что я зря подписал какое-то письмо. Не в смысле, что я кого-то там наказали или пощадили, а в смысле того, что ничего это не поменял. Это какая-то абсолютная ерунда, но только в моей биографии есть какое-то участие в каком-то желании кого-то поддержать, значит, или, наоборот, высказать какое-то мнение. Но я в этом смысле все время на вытянутой руке стараюсь это все держать. И мне не кажется, что, по большому счету, что артисты... Я не очень верю артистам. Честно. Я сам артист. Бывший, но, как известно, бывших не бывает. И не очень верю. Поэтому, мне кажется, когда ты начинаешь очень активно участвовать в социальной и политической жизни, может быть... А если ты честно участвуешь, ты не очень артист, значит. Понимаете? Ну, хорошо, Евгений. Вот первого числа референдум. Вы пойдете или вы так же в стороне останетесь? Ну, это другая история. Нет, я не пойду, потому что я зарегистрировался на Мосру и сделаю все, значит, онлайн. Что советовал и всем артистам своим? Потому как... А прям советовали, вот прям советовали или советовали? Настоятельно советовали. То есть это было... Не то слово, настоятельно. Мы всем разослали ссылки. Но я же не советовал им за или против. В этом смысле все люди разные и не дай бог на кого-то давить. Театр 300 человек у меня. Не тысячи, конечно, какого-то. 300 человек. Это маленькое государство. Есть пенсионеры, есть молодые. У всех настолько разные представления о прекрасном. То есть голосовать надо? Для меня не вопрос вообще. И если бы я не знал точно, где я буду первого числа, все, я буду в отпуске. И поэтому есть надежда, что я, ну, так сказать, куда-то, может быть, отъеду, если будет такая возможность. Такая надежда? Ну, хотя бы километр. В один из немногих, у кого эти надежды остались, мне кажется. Нет, нет. Я и в мир на это время в любую свободную минуту куда-нибудь уезжал. Потому что в Москве, если я в Москве в отпуск или в выходные, значит, я в театре. У меня нет суббот, воскресенье. Мне все равно, мне надо уехать хотя бы за 100 километров от Москвы. За 100 это реально. А вот финальный вопрос. Вот вы когда фамилии перечисляли, вы сказали Миронов. Я понял, что для моего поколения Миронов это Андрей. Да, да, конечно. Умир, вы же в детстве говорили, что вырастите. Буду вырасту, стану вторым Андреем Мироновым. А сейчас совсем другой Миронов. Вот если мы плеяду перечисленных вами сравниваем с вашими студентами. Понятно, что они не именитые и не состоялись. Но вы видите потенциал. Там есть новые Мироновые? Да, да. Причем и Витальичи, и Андрей Александрович. Разные есть. Очень талантливые ребята растут. Но другие. А почему ребята, если такие талантливые, почему в кино не идут? Как не идут? Только в кино и идут. Ну как, мы только Козловского видим везде. Нет, это уже кого берут. А, идти-то идут? Идти-то они идут. А так-то я уверен, что их спросить кино или театр, они, конечно, будут говорить театр. Но там-то они знают все, что понятно, что... Театр, к сожалению, это пришло поколение, которое выросло там после... Уже в 90-е. Даже в 90-е они родились. Даже они не в 90-е родились. Они дети миллениума, я бы сказал. То есть им сейчас 20 лет. И это было какое-то поколение, которое... Хотя театр очень интересный последние 10 лет, но приходит какое-то поколение... Последние 10 лет, именно 10 лет в этом году исполняется. Последние 10 лет, которым Писарев руководит. Это очень тонко. Но театр 2010-х годов и так далее, это очень интересно. Я понял, я понял. Но, конечно, я бы сказал, не то что меркантильные, но более такие, как сказать, реально стоящие... Чтобы молодой человек хотел идти работать в театр, он должен быть немножко все-таки романтик. Идут или не идут, мы начали разговор с того, что пойдут или не пойдут в театр. Я желаю, что все-таки, что вы пошли, и огромное спасибо вам за это. Мы пойдем. Мы-то точно. Очень приятно выходить куда-то. Спасибо. Наконец-то. Спасибо. Спасибо.